друзья привет сегодня решили санечкой прогуляться сходить фикс прайс посмотрим что же здесь продается в городе чеплыгин в москве я как-то показывала наш фикс прайс и товары с него из этого магазина а сегодня мы прогуляемся нужно купить всякой мелочевки они совок веник анечка сейчас у себя в квартире приехали делать ну в общем металлическую основу для балкона чтобы остеклить балкон нужно там какая-то опора в общем балкон хлипкий все это дело сейчас игорь будет там варить закупил материал хочу сказать недешево все это около 15 тысяч по моему он отдал ну и она мне говорит мам давай прогуляемся фикс прайс в общем мы сейчас встречаемся где-то в какой-то точке и идем фикс прайс здесь фикс прайс по-моему находится на улице пушкина дом не помню по моему 11 что не буду врать ну и когда будем там я вам конечно покажу что еще будет в этом ролике когда вернемся домой я вам покажу что это наваяла какие красивые сделанные три коробки из старых простыней так что не выбрасывайте старые простыни они ох как могут пригодиться тем более если это просто была дорогая как у меня с жаккардовой вставкой когда-то был у меня такой комплект а стелили до дыр где-то даже порвали коты ну в общем все просто не пришла в некодность но это не значит что век ее закончился сейчас отойду с дороги я забыла селфи-палку а вот машина едет второй раз возвращаться не буду уже два раза возвращалась думала мусор забыла видимо анечка шла захватила в общем что еще я сделала что еще вас ждет в этом ролике красивая банка которую я нашла в огороде когда пошла за металлическими листами мне там пишут плюшкин да я такая я плюшкин но вы посмотрите во что казалось бы обычные вещи на выброс могут превратиться и как они могут украсить ваш дом так что не отключайтесь думаю будет интересно друзья так любовалась я этой березой и вот ее нет спилили не знаю зачем близко подходить не буду чтобы не скучать народ в общем березы нет ах как жаль как жаль вот здесь у нас хочу вам показать еще вот этот домик на нашей улице очень красивый здесь видим зажитветочные люди живут часто вижу здесь такую большую грузовую машину прям очень большую вот ну как же он мне нравится да друзья сразу отвечу на комментарии по поводу сколько стоит ваш дом и какие цены здесь на дома друзья я не хочу разглашать такую информацию а сколько стоит мой дом ну во первых я его не продавать не собираюсь и зачем я буду вам говорить цена моего дома не продается если вы хотите узнать цены на дома в чиплыгине есть приложение циан авито дом клик может быть еще какие-то другие предложения приложение есть заходите скачивайте забивайте горы чиплыгин купить дом и вы увидите цены разные хочу сказать предложение мало таких вот как мой дом чтобы въехать и жить можно сказать потихонечку делать ремонт по бюджетным ценам нет есть дорогие дома есть очень дорогие дома есть хорошие дома но требующие ремонта то есть вот так заехать и жить нельзя вот ну кто хочет у кого есть средства можно конечно купить если есть где жить отремонтировать и радоваться жизни так что теперь по поводу переезда очень много вопросов я уже как-то говорила и еще раз повторюсь переехала я и дочь и так скажем по семейным обстоятельствам то есть сын дочь и захотели жить отдельно они выросли и это наверное правильно вот поэтому мы продали квартиру в москве и каждый купил по своим средствам после продажи квартиры то что мог вот я выбрала город чиплыгин который меня в который меня случайно забросила судьба проездом так что вот я еще раз ответила на ваш комментарий да по поводу а где работает дочь и там чем она будет заниматься друзья вы как бы но задавая эти вопросы не совсем корректно я я считаю я же о своей жизни рассказывает о мой канал зачем я буду рассказывать про дочь тем более дочь вообще очень плохо относится когда я снимаю ее видео она стесняется может быть это изменится и а нас откроет свой канал и и если захочет расскажет о своей жизни и об образовании работе и так далее поэтому пожалуйста будьте более задавайте более корректные вопросы на такие вопросы я просто не буду отвечать до квартиру дочери я показывала вам ну ремонт будем показывать остальное я как говорится по разглашать такую личную информацию о дочери не собираюсь мне не нужны скандалы в семье и я знаю как она к этому относится вот посмотрите маленький домик с низкими потолками я так думаю здесь все дома срубы скажем так все деревянные кто-то обкладывает кирпичом кто-то вот сайдингом кто-то еще чем-то смотрите-ка красивые хризантемки кустовые я так понимаю сейчас попробую увеличить вот такая красота у нас сегодня 13 ноября 2021 год а у нас еще и цветут цветы в москве вчера я плюшек мне высылал видео я делилась в сюжетах шел снег ну у нас еще тепло да конечно уже не так как раньше неделю назад но уже так скажем прохладно но не совсем холодно сейчас плюс 6 вот еще покажу очень красивый дом такой виде замка сразу видно богатые люди здесь живут посмотрите сколько рябины и мне кажется вот этот магазин который впереди партия показывал но вот этот дом наверное строились по одному проекту очень красивый дом а вот совсем не далеко от моего дома такой вот магазин материалы я здесь покупала замок на сарай и вот этот центр занятости ну и впереди вот магазин парус дорогой магазин хочу сказать вот он видите мне кажется вот сейчас я переключусь на этот дом и вы увидите прямо один и тот же проект друзья ну вот наконец то мы нашли фикс прайс находится на пушкино 24 навигатор наш отчета затупил вывел нас совсем на другой магазин строительные кстати там такая тачка стоит пять стол которую я купила за 3 300 не пожалела и так давайте входим посмотрим здесь оказывается есть еще и диван и в общем погуляем посмотрим здесь люстры светильники смесители двери межкомнатные плитка в общем все что хочешь где же мои диваны хочу посмотреть диван ну а вот фикс прайс а вот фикс прайс сейчас пройдем посмотрим Дианечка делась не знаю наверное зашла так новогодняя тематика вот такие Деды Морозы 249 рублей птички всякие девочки скоро Новый год друзья кошелки даже Луксеенко оставляйте 77 рублей ну куда сейчас нельзя если б весной в общем здесь все все к новому году ой какие ленты класс вчера заказала кружево на Wildberries придем домой и покажу такие прикольные штучки наклейки шампунь размер мы не делаем я меряю и говорю вам кухня Прованс цвет шато то есть вверх белый получается вниз вот темный да как же не нравится ну доводчики можно заказать да чтоб то есть можно без крепления а я потом покупаю крепление отдельно да нет она идет с креплениями со стандартом то есть я менять буду от них нельзя отказаться от крепления ну зачем мне как бы на выброс платить два раза будет я про что так а сейчас покажу какая ой а это тоже красавица какая что это это напыление да это скорее всего напыление материал это а то прованс нет нет совсем другая там мдф будет это лучше конечно мдф а вот такую кухню анечка хочет как называется браун тоже дсп да ой а там вот еще смотри какая кухня похожая на прованс но вся белая наверное мне вот это больше нравится глаза разбегались вот это мдф нет тоже мдф ой ну это совсем другая песня ну вот опять без доводчиков жаль очень красивая форматура классно а это сколько стоит 45 770 такая же 260 это без столешницы стоит нет я имею ввиду раздельные видите не сплошная я могу отказаться от столешницы свою положить сейчас уже нет потому что у нас такая ситуация сейчас нам кухню предоставлять будут в последующем не с раздельными столешницами а целиковые трехметровые поэтому мы сейчас не можем их никак разделить снять их убрать потому что а когда это будет все все вот до этого мы могли вам любой как бы ящичек до столешницы отдельно продать сейчас нет сейчас если только без столешницы низ но заказать скорее всего ну вот я могу заказать без столешницы вот я и говорю могу я заказать и отказаться от столешницы я хочу вообще искусственный камень или как это называется то есть будет дешевле тогда получается очень понравилось вот эта кухонька 260 тоже угловую можно сделать до классно так сейчас я пробегусь ой вот там не нравится очень хорошо что мы зашли зашли к вам ой какая красавица класс очень красивая кухня толстая столешница финальчик очень удобно и сколько такая как называется кухня афина но опять же можно от чего-то отказаться по своим размерам размеру не все равно стандартный 40 а 60 80 то есть какие-то ваши 54 там такого мы не как бы под заказ не делаем вот именно как у них размеры то есть 30 40 60 примерно подгоняете под свой размер кухню 50 недавно на на не господин на ос на на 2 стол мать ну и мой уже не хочу я учиться матовую что-то более такое уютно уголки классно тоже вот какая красивая какие красивые кровати 26600 вот цена вот такого красивого столика дорогого друзья мне кажется такой лучшим класс вот кроватка с тумбочками такими тебе понравилось что-нибудь и это рядом навести из липецка это можно сказать дома ой вот такой не заказывай с вот этим дерматином у нас все все и ласка подерет и она все отлетает короче красиво но ненадолго а это что это это покрытие до покрытие как же мне нравится белая мебель просто обалденная класс в этом еще тут и линолеум продают между прочим не 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 я вас не снимаю не хотят сниматься не понимаю почему ой слушай вот такой бы в ту комнату до дальнюю класс сколько что это стоит обалденная из и эту но нехило нехило но классно только вот это место мне совсем не надо телевизор я не смотрю какие-то полки там сделать шкаф вместительный шкаф классно ну 60 наверное да такой же как у нас тот с варшавки белый глубина 60 так ну в общем друзья есть что выбрать на самом деле будем сравнивать цены здесь и инструмент вот дальше продается короче будем при ценятся диваны 24000 а если два таких купить или столик ну это конечно не мой вкус розовый сейчас я подойду ты про что спрашиваешь ну нет мне не нравится это нет дело не в цвете мне по форме не нравится нет да до угловых мало нам не нужен угловой угловой чтоб коты не драли спросила про анти коготь не знаю молчит продавец наверное нет такого материала анти коготь вот хороший материал сказал очень прочный ну 80 80 88 тысяч вот этот диванчик стоит на друзья дороговато дороговато очень удобный диван есть разница от посадки то есть нужно посидеть диван угловой не тикаре на сколько стоит он нету сколько стоит есть нету нету он все двигается 72 900 такой он компактный да длина какая у него я не снимаю ну 240 вы там чуть-чуть до 240 240 а вот сюда можно померить и вот эту часть да 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 я я не снимаю вот метр 60 на 240 комнату померяю и только такой цвет да да узнаете про него а не поменяй потому что там уже прикручено а что здесь он как вперед двигается да и вот достается вот снизу вот это сюда а да и вот кладется очень хорошо вот манюня какая дома сколько это стоит 20 29 500 может вот таких пары он раскладывается ну значит там плюс 20 метров 40 где-то он получается так друзья после фикс прайса зашли на анечкину квартиру вот там работает игорь и еще какой-то мужчина ну я так понимаю его какой-то знакомый там может быть как-то финансами с ним будет делиться вот они сейчас устанавливают вынос балкона вы видите какой 40 сантиметров там где-то до 30 до 30 до 20 мне кажется большой вынос вот вынос балкона будет вынос подоконника вернее у нас так на варшавке было на варшавке там крутой вы нас бы но мне кажется и здесь такой хороший вынос ну в общем сейчас вот делает вот это основание металлическое а потом будут уже возводить стены стены заговорилась окна с одной стороны будет шкаф с другой стороны просто обзорное окно то есть на запад естественно будет обзор на окно чтобы наблюдать красивые закаты все поедине итак друзья вот такая страшная дверь которую будут менять ну ты иди открывает снимать закрылись да в дом не пускает а работал звонок да в общем а я здесь ободрала стены все самостоятельно вообще друзья мы по максимуму делаем все самостоятельно мы там писали депрессивная квартира нет на самом деле квартирка хорошая светлая с толстыми стенами запоминайте какая она сейчас и потом посмотрите какая она будет игорь работает вот этот металл инструмент ну и обудранные стены по моему два дня она ездила чтобы это все ободрать есть еще есть краска от которой надо избавляться вот бусор упаковали ребят а нет это Анечка упаковала обои вот видите какая работа уже проделана обои сорваны ну вообще-то надо выравнивать стены ну естественно их никто не будет выравнивать потому что это дополнительные расходы по мне так нормально мебель поставится и все будет хорошо вот видите вот там краска лёшик говорит что это можно убрать бетоноконтакт там такая есть ой как сказать бетоноконтакт так как подскажи мне бетоноконтакт это типа как сказать как сцепление короче как грунтовка вот так чтобы не покупать болгарку и вот это все не снимать будем обрабатывать бетоноконтакт там и потом уже наносить обои видите этот барный стул ехал он с Варшавки и он очень нас спас Анечка забрала его к себе и вот на нем работала то есть вставала и обрывала эти обои потому что в этой квартире ничего не было даже старый стол забрали вот так грязный хорошо рабочие руки а чё не отправлять то это же реклама ребята вы чё у вас же появится много клиентов конечно почему все боятся я не понимаю если честно бесплатная реклама вы что люди за это деньги платят а вы не ходите видите как по уровню молодцы все выравнивают класс купила Анечка веник себе и говорит надо же мам остался здесь совок хотели покупать совок а она говорит совок здесь остался это наверное все что осталось в этой квартире ну вот это старая старая плита посмотрите на состояние этой плиты это жесть просто естественно здесь все будет другое это на выброс на металл но все равно мы рады потихонечку все преобразуется будет здесь красота красивая друзья мы уже дома хочу сначала вам показать пока анечка там разогревает покушать хочу показать что я приобрела фикс прайсе вот такие на стену интересные картины по 250 рублей но вы посмотрите какая прелесть под стеклом деревенская тематика здесь я сняла пластика вообще они запакованы вот в таком пластике а там тоже интересно то есть вот такая тыква немного там опилок придают вот просто шарм мне кажется этой картине вот такая коровка курочка ряба везде вот эти вот опилки ну и конечно хрюшка вот планирую когда будет красивая кухня стена над диваном там будет либо полка где будут стоять мои раритеты лампы фонарики всякие и поставлю или повешу вот эти вот картины на мой взгляд но очень красиво будет смотреться на кирпичной стене вернее она будет под кирпич смотреться она будет конечно как кирпичная и на фоне вот таких досочек вот эти картины красота красивая что я еще купила купила трехслойные салфетки есть у меня мысли на них типа декупажа что-то я хочу сделать купила веревку все-таки мне хочется сделать веревку растянуть на улице чтобы сушить белье на улице с морозной свежестью да мне лёшик подарил сушилку которая раскладывается вы знаете о чем я вот но сейчас будет зима и мне очень нравится когда белье после стирки пахнет вот этой морозной свежестью вот такие прищепки я купила для этого дела короче конька ты нам позируешь в этом наш сладкий посмотрите как он вырос за месяц просто вымахал я бы сказала просто вымахал а еще купила вот такой скотч нужный нужный в хозяйстве чуть не забыла друзья не могла пройти мимо вот такого такой полочки полочка мини комод для всяких мелочей но в основном я брала для аромамасла у меня уже вы знаете несколько наборов аромамасла и мне кажется этот комодик просто создан для этих масел посмотрите как хорошо это смотрится можно так же поставить на полку можно повесить на стену вот так вот красиво это будет смотреться 300 рублей просмотр стоит этот мини комод но на мой взгляд ну просто прелесть прелестная еще и вот с таким мини ящик итак друзья пока я вам там показывала все анечка здесь разогрела нам обед у нас рубленые котлетки все готовила дочь очень вкусно готовит значит здесь салат со свеклы с чесноком из сыра картошечка пюре квашеная капуста с лучком и горчичным маслом ну и конечно по бокальчику шампанского почему бы нам не отметить сегодняшний денек всем приятного аппетита я давайте теперь перейдем к моим замечательным поделкам так пусечка ты нам немножко мешаешь отойди пожалуйста друзья вы видите перед собой вот эти замечательные коробки которые до вчерашнего дня были просто коробками из-под обуви посмотрите какая красота получилась ну и вот эту вот баночку и опять же как плюшкин подчеркну это нашла в огороде нашла в огороде посмотрите какая красота красивая из нее получилось я потом вниз положу три-четыре и киевские свет свечи и зажгу и вы посмотрите как это красиво смотрится как фонарик понятно что он баночка может играть играть роль вазы но и может играть роль светильника так ну давайте начну с коробок из чего они сделаны у меня оставалась вот такая простынь был комплект постельного белья была простынь 4 наволочки и пододеяльник пододеяльник был полностью вот такой жаккардовый а простынь то есть она была овальная полукругом и ну оторочена скажем тогда вот такой вот жаккардовой таймой вот вы видите здесь складочки то есть она была овальная закругленная на углах этой простынью мы долго долго пользовались это еще из моей прошлой жизни в общем до дыры доносила хиха это просто не достигла и вот посмотрите что из этой просто не получилось то есть вот это вот часть жаккардового узора жаккардовой ткани я ничего не делала я просто отрезала эту часть нужную по размеру по размеру коробки естественно и при помощи клея все это дело обклеила эти коробки я готовлю к своему рабочему кабинету когда-то он у меня будет и планирую сделать полки и на этих полках будут храниться вот эти коробки с пряжи давайте посмотрим здесь вот кое-что я успела захватить думала что буду вязать навязать никогда это просто обклеенная коробка вот вы видите внутри но вот в этой коробке но тоже это кстати сатин а вот в большую коробке я даже дно не стала обклеивать не стала там черная сейчас я вам покажу вот такая громадная коробка вот такое дно думаю будет ерзать по полке выпачкается вот так вот смотрится здесь тоже кружево внутри тоже кружево покупала на ванберис вот такая блестящая коробка это было как зеркало даже это же себя сейчас вижу посмотрите какая красота получилась ну а эту коробку не так понравился вверх такой самодостаточный золотой да это тоже была какая-то обувь давным-давно купленная я просто ее сделала внутри покрышку просто обклеила кружевом кстати вот это кружево ушло в ноль 10 метров 260 рублей я посмотрела на wildberries ушло в ноль коробки мне хватило обклеить вот последний остаточек пошел на вот эту лампу лампу вазу тоже но обклеена джутовым канатом потом немножечко опять жут ну и вот такая такой вот вверх этой вазы лампы и так друзья нашла самое темное место у нас в доме там вот три свечи можно поставить и 5 по моему поместится в эту банку рука свободно проходит в это отверстие и вы посмотрите как сказочно смотрится этот вазон виде светильника просто красота красивая так что не выбрасывайте такие вот интересные банки из них можно чего много сделать